О, какой-то трэш начался. Наш охранник на стороне всего достал пистолет. Мне говорят, что он выстрелил. Ага, конечно. Когда, короче, охранник выстрелил, а те, конечно, испугались. И мне на время даже сказали, типа, все нормально, продолжай, продолжай, но сейчас прямо, типа, уводят отсюда. Че-то я не ожидал. Эй, чуки! Люди, сегодня я покажу вам, как живут в стране, где иностранцам реально опасно выходить в публичные места больше, чем на 10-20 минут. Конкретно вот в этом месте буквально вчера ночью произошел взрыв, подорвали одного из офицеров. Вот, просто подъехала машина, взорвалась бомба. Два его охранников погибли. Мне сейчас не разрешают даже быть, для того, чтобы снять это ближе. Все важные здания здесь превращены в бункеры, которые защищают военными ежами, шипованными лентами и даже чистоколом из заостренных рейсов, врытых в землю. То есть вот эти конкретно блоки, они специально установлены для того, чтобы останавливать вот эту взрывную волну. Покажу вам бывшего боевика, сотрудника террористической группировки, который рыл туннели для джихадистов и лично видел их зверства. Они похитили троих солдат, задержали их ночью, завязали им глаза и начали звать людей, чтобы они приходили и смотрели. Люди здесь живут в халупах, из которых формируются целые микрорайоны. Вот в этой лачуге, например, школа, а точнее медресе, а вот в этой магазин построено все из профнастила, кусков железа, из которых обычно заборы строят. Просто взяли и решили просто вот где-то посреди глины соорудить, соответственно, жилище. Здесь вот, например, еще даже дерево. Вот, понимаете, вот было, и как бы никто, никого не побеспокоило, то, что здесь дерево. Да, похер, дерево и дерево. Соответственно, можно здесь и дом построить. Страна считается самой опасной в мире для туристов, потому что террористы и бандиты охотятся именно на иностранцев. Им не столько важно уничтожить людей, сколько создать международный резонанс. То есть, чем больше граждан других стран они взорвут или захватят, тем больше журналистов об этом напишут. Такой вот хайп по-сомалийски. Отелядов, и сегодня мы на родине самых дерзких пиратов мира. Это африканская страна Сомали, которая уже примерно 30 лет как прожила в состоянии абсолютного хаоса. Чтобы вы понимали, до какой степени хаоса, относительно недавно здесь застрелили министра общественных работ по ошибке. Вот реально, вот просто служба безопасности приняла за вооруженного джихадиста. Здесь до сих пор есть города и поселки, которые связаны с террористической группировкой, связанной с Аль-Каидой. И мы поедем в их сторону. Это Лядов и как люди живут из Сомали. Люсь, давайте честно. Единственное, что вы слышали про Сомали, если не разбирались в вопросе, это то, что там пипец как опасно и там пираты. И несмотря на то, что сейчас больше всего пиратов уже с другой стороны Африки, в Гвинейском заливе, бренд сомалийских пиратов до сих пор самый популярный. Так случилось из-за удачного географического расположения Сомали. Страна вытянута вдоль супер денежного морского пути, который связывает Европу и Азию. Богатейшие компании, которые перевозят нефть, жижный газ и еще много чего из Персидского залива в Средиземное море, экономят деньги на том, чтобы не отправлять сюда вокруг Африки и не наматывать лишних 8 тысяч километров, а гонят флот по узкому Суэцкому каналу, чтобы попасть в главные порты Европы быстрее и дешевле. Так вот, на подходе их долгое время встречали фактически гопники, только с калашами и гранатометами. А из-за того, что они были на лодках, их стали называть пиратами. Это были настолько легкие деньги, что в дело пришли инвесторы и сформировалась целая индустрия захвата кораблей. В стране появилось 4 главных клана пиратов. Али и Зуахила Групп, это реально Групп, работает как корпорация с нереальной прибылью. Стоимость захвата судна 30 тысяч евро, выкуп минимум 2 миллиона евро. Группой руководил бывший офицер Исе Юлуп. Еще одна группировка Ласкарей Экшн Групп, связана с самым известным сомалийским пиратом Хасаном. Этот дерзкий чувак умудрился угнать ничего-нибудь, а нефтяной танкер длиной 330 метров. Также огромный теплоход, который перевозил не какую-нибудь колбасу, а 30 танков Т-72. Он наугонял десятки кораблей на миллионы долларов. Когда его пришли щемить местные террористы Аш-Шабаб, они в Сомали тоже пипец влиятельные, он просто договорился с ними, что будет перечислять им по 100 тысяч долларов за каждый угон самолета или корабля. Он же финансировал другую крупную группировку пиратов Сомали Салибен Клан. Пиратские кланы тут зарабатывали как международные корпорации. В стране после гражданских войн осталась куча оружия, и его никто не контролировал. Поэтому здесь появился еще один вид головорезов — это террористы. Круппировка Аш-Шабаб, она связана с Аль-Каидой. Они захватывали города и устанавливали там свои законы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас выехали из столицы Сомали, города Магадишу, Едем в сторону линии разграничения, то есть это линии соприкосновения сомалийской армии с террористами. Дело в том, что до сих пор здесь есть в стране зоны, которые контролируются террористами, прям города целые. И там, в общем-то, все, ну, прям-таки по-настоящему, то есть окопы, минированные поля и так далее. Впереди машина сопровождения с четырьмя автоматчиками. У каждого на поясе по пять магазинов, плюс ножи в чехлах. Это здесь стандартный набор. Без таких по городу туристам и журналистам ездить запрещено. Охрана стоит дорого, от 250 долларов в сутки до тысячи. Раньше на выезде из аэропорта Магадиша начинался так называемый рынок охранников, когда крепкие чуваки стояли и предлагали свои услуги. Наши охранники были, ребята, ненапряжные. Вот охранник едет, на ходу меняет сандалии. Могли пока ставят в пробке, отжать у чувака на светофоре зажженную сигарету и продолжить ее курить. Ездили как короли. Вот, например, пошел дождь и в городе образовалась пробка. Наш водила, недолго думая, выруливает навстречку и объезжает всех даже скорую помощь, блин. Когда было жарко, они не парились по поводу военных беретов. Вот чувак повязал себе капюшон на голову от жары. Когда едешь в такие места, первое, у кого надо спрашивать разрешение, это охранники, потому что именно они дают разрешение на то, можно ехать в ту зону или нет. Эта поездка у нас не была запланирована, поэтому мне сейчас придется доплачивать охранникам и непредвиденные расходы. И я в этом смысле очень рад, что у меня с собой есть всегда карта виза от Альфа-банка 100 дней без процентов. Она уже в третьей поездке со мной всегда меня очень поручает. И самый кайф это то, что я вот сейчас сниму денег, заплачу ребятам, вернусь в Москву, пополню этот счет и, соответственно, фактически не заплачу ни единого процента за то, что вот я воспользовался этими деньгами. Это очень круто, прям выручает в самых непредвиденных ситуациях. По себе знаю, что реально Альфа-банк дорожит своими клиентами, поддерживает их. Именно сейчас, когда всем непросто, они сделали годовое обслуживание карты виза 100 дней без процентов для новых клиентов абсолютно бесплатно. Оформление онлайн занимает всего 5 минут, привезут абсолютно куда скажешь. При этом кредитный лимит до миллиона рублей и нет никаких комиссий за снятие наличных. Но главное, у меня есть целых 100 дней без процентов на погашение покупок и снятие наличных по всему миру. Слушайте, нам сейчас остается километра 3 уже примерно до этой передовой зоны. Начнутся чекпоинты, это такие бетонные заграждения, вот, и вышки с автоматчиками. Если вы тоже хотите себе карту, которая всегда вас выручит в абсолютно любой точке мира, заказывайте себе карту виза от Альфа-банка 100 дней без процентов, переходите по ссылке в описании. И помните, доверие и поддержка бесценны, но с Альфой они вам не будут стоить ничего. Вот так выглядит как бы местный рынок. Это просто охренеть. Я вообще такого не видел никогда. Вот как бы здесь кардио-трибы, и, блядь, просто вот она на полу уже валяется, развалена, прям пищи тут, значит, разлиты. Просто по крови прям херачишь идешь, все тебе орут. Чувак, возьми мою рыбу. Это просто дичь вообще. Вот чуваки подцепили ската какими-то грязными колготками и тянут по плитке. И рыбу перетащили, и пол протерли. Просто дичь вообще, просто кромешная. Вот смотри, просто на пол кидает, просто вот рыбеху. На, смотри, прям ножом ее, прям вот тут. На, пополам, раз. И на, чуть-чуть, да, два ножа схватил. Прям просто на полу, босиком, блядь, смотри, просто стоит. По херам вообще. На, трубилку с мам. Кишки куда? Кишки прям, вот, короляка прям на пол просто льет. Все вообще. Ходите, пожалуйста, выбирайте. Кишки и все, что не продать, скидывают в водосток. Кости, из которых можно хотя бы суп варить в тазы. Кому тазов не хватает, делают их из коробок, которые заворачивают в пакеты. Идти по всей этой векханалии можно только распинывая головехи рыбех ногами. Тут и тунецы, и акулы, и все в мухах. Распиливают рыб прямо у покупателя на глазах. Кладут в пакетик. Что-то продают людям, что-то в рестораны. Часть заготавливают на экспорт. Специально для этого напротив рынка, на берегу океана, лежат рыбьи заготовки. Вот такой вот берег, условно, из какого-то кораллового рифа. И он весь завален. Вы не поверите, чем. Вот эти вот штуки, которые дико воняют, это мясо акулы. Оно прям засолили, раскидали просто по всему этому берегу. И сушат для чего? Для того, чтобы в итоге экспортировать его в другую страну. И там уже люди, которые будут покупать, они не будут и понятия иметь о том, в каких условиях все это мясо, соответственно, готовилось. Вот, выглядит это жутко, потому что тут, блядь, вот смотрите, вот бутылки какие-то навалены, грязь. Люди ходят периодически, наступая, в общем-то, на этих акул. А потом это, типа, отправляют и едят. И да, если ты блогер, нельзя просто так взять и пройти мимо акули хвостов на грязном пляже. Я специально оторвал кусман. Что, вы думали, я не попробую, что ли, этого всего? Конечно, ага. Вот прям оторвали кусман. Господи, боже мой. Дай мне удачи, пожалуйста. На самом деле, это да, вкусно. Это обычная сухая рыба, вот под пиво которую, знаете. Вот. Мне, конечно, не дает покоя то, что я ее взял только что, поднял из этого вот просто заваленными грязью, мусором, песком, я не знаю, утоптанная, пятками детьми сомалийцев, бегающими. Это, конечно, дает свой дополнительный привкус этому, этой рыбе, прямо скажем. Но, блин, да нормально, можно жрать вообще. Чтобы долететь от России до Сомали, еще и в коронавирус, сделать нужно минимум две пересадки. Из уже заснеженной Москвы я летел сначала до Стамбула. Я такого никогда не видел. Это уже гейт, соответственно, это место, ну, то есть вы к этому моменту уже прошли и паспортный контроль. А здесь все равно, видите, за моей спиной стоит человек, который выборочно ходит, вот пошел кого-то вот, просто подходит, показывает пальцем на человека и говорит, так, тебя надо еще раз проверить. И его ведут вот на эту стойку. Соответственно, он там выворачивает карманы, вот, соответственно, вытаскивает из своих сумок свои вещи. Он там, женщина, видите, разувается, он, бедолага. Это как бы связано с тем, что в Африке количество терактов, на самом деле, до сих пор невероятно большое. В Африке они прямо регулярные, поэтому здесь прям такой бристильный супер досмотр на эту тему. Из Стамбула рейс в Эфиопию. Когда летел, даже прогноз не смотрел, думаю, ну, какая может быть погода в Африке. Все кофты, куртки сдал в багаж. Удивительно, тут довольно холодно. То есть, вот, знаете, такое, ну, вроде солнце светит, но на самом деле вообще прям прохладнее, когда ветер. А когда ветер начинает дуть, вообще прям холодно становится. Мне, знаете, вообще везет на страны с пересадками, потому что в Эфиопии совсем недавно до моего прилета началась война. Вот, реально. То есть, у них здесь есть такая территория, условный Карабах, которой они могут поделиться. За эту территорию они сражались там вообще десятки лет. И у них есть президент, который сейчас президент, соответственно. Он относительно недавно получил Нобелевскую премию за то, что он вот несколько лет назад закончил эту войну. И вот когда он эту Нобелевскую премию получил, он взял и начал еще раз войну. Входя в аэропорт, четко понимаешь, что ты в Африке. Женщина, сидящая на полу, босиком, но в хиджабах. Накидку, закрывающую рот, откидывают только если мучить жажда. В Дьютифри, смотрите, торгуют Абибасом, а продавцы тут спят тупо рядом с кассой. Вот видите, человек просто на полу спит на картонке. Тут все еще есть люди, которые курят в аэропорту. Вот стоит чувак, просто дымит. И ты просто идешь, вообще дым коромыслом стоит, смотрите. Охренеть народ вообще. Обалдеть. Нигде такого не видел, уже миллион лет. Вот он самолет, на котором я уже лечу непосредственно в Сомали, напрямую в город Магадиш. И смотрит на меня, ну, как на голове, примерно, если честно. Я думаю, не столько из-за моего цвета, ну, цвета кожи, но цвета, сколько просто из-за того, что я странный. Я один, я что-то с камерой, вот, я лечу вот в такую страну, вот, что-то лазю. 90% людей на мою камеру реагируют крайне негативно. Ты можешь даже не поворачивать ее в сторону человека, а он уже будет возмущаться. Кроме того, Сомали – мусульманская страна, где крайне строго относятся к своим обычаям и традициям. Это я к тому, что алкоголь вы официально нигде не купите, только пиво и втридорога. В коротких шортах на улицу не выйдете. Вообще, люди одеваются весьма необычно. Затяните шляпу моего соседа по креслу в самолете. Все хорошо. Хорошо. Продолжение следует. Туристы летают в Сомали только организованными группами. Первая причина – африканцы стараются контролировать абсолютно всех иностранцев. Это в том числе защита от всевозможных шпионов, учитывая, что тут постоянно где-то идет война. Очень любопытно, мне подходит просто сейчас какой-то левый чувак, кричит, типа, ты Антон, ты Антон. Блять, он во всем аэропорту пулил, что я Антон. Вторая причина – иностранцу одному здесь реально небезопасно, даже просто на улице. Поэтому туристам выделяют сопровождающих, в том числе от правительства. При этом сюда не пускают кого попало. Вот, пожалуйста, хочешь попасться, вот отстой вот в этой очереди, потом дойди вот до той кабиночки, вот, заплати 60 долларов, виза on arrival, то, что называется. Вот есть категория стран, которым виза не нужна, но нам, россиянам, нужна. Что ж, даже в Сомали нас пока не пускают без визы. Где-то здесь в аэропорту сидит специальный, высокопоставленный человек, который в любой момент может показать пальцы на человека и его не пустят в страну. Пройдя все, соответственно, паспорт-контроль, попадаешь в какой-то просто дикий базар. Тут все кричат, хотят, значит, донести твой багаж. Сам аэропорт полупустой, то есть тут весь какой-то, есть какие-то, есть какие-то, соответственно, офисные отделения, но они закрыты, вот там DHL, они пустые. Вот, и даже несмотря на то, что у меня камера направлена на меня, местные как-то прям очень дико реагируют. Стоп, стоп, стоп камера, стоп, 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 стоп. Почему? Потому что не много камеры в аэропорте. Но я думал, что мы уже в аэропорте в аэропорте? Нет, стоп. Окей, не говоришь, что... Скоро, я вернусь к тебе. Окей. Окей? Окей. Фраза «Не путешествовать в Сомали» черным по белому написана на сайте Министерства иностранных дел в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии, Франции и России тоже. Вот как выглядела дорога из аэропорта Магадишу в июле 2016-го. То, что этот кусок железа машина, можно угадать по единственному уцелевшему колесу. Обычный забор разнесло просто нахрен. Противовзрывная стена хоть и прогнулась, но уцелела. Вот уже январь 2019-го. Бомба взорвалась возле министерства, занимающегося нефтепродуктами. Какая-то очень неоправданно напряженная атмосфера в аэропорту. Но в целом, как бы, вот мы вышли. Это вот как раз город Магадишу. Это столица Сомали. Главная проблема вообще Магадишу и, в принципе, Сомали в том, что здесь нет как таковой стороны. То есть такой, это мы ее называем страна Сомали, но такой стороны фактически нет. Это не одно государство. Это разрозненные несколько государств, которые периодически воюют. На территорию, которую Google Maps отмечает просто как Сомали, находятся несколько непризнанных государств. Сомали-лэнд? Там свои паспорта, валюта, президент. Плюс там весьма безопасно. Туристов туда автобусами возят на пляжные курорты, и там спокойно можно гулять без охраны. Также на территории Сомали находятся еще несколько автономных государств, которые хоть и союзничают с основным Сомали, но живут по своим конституциям. Одно из них это Пунтленд, родина тех самых пиратов, куда я тоже съездил и даже нашел реального пирата. То есть единого правительства в Сомали на данный момент нет. Слушайте, мне перелеты по Африке сейчас даются очень тяжело. Во-первых, как бы она огромная. Во-вторых, из-за того, что сейчас корид, постоянно меняют за рейсом, то у меня уже дворик с отметил статок, приходит из-за маска, типа, ваш рейс перенесен на два дня, и все. Ты ничего с этим не можешь сделать. Поэтому на ОК себе обязательно что-то скачиваю. Из-за того, что очень прям советую на ОК, можно посмотреть. Из русского я себе скачал, значит, фильм «Русский рейд». Очень прикольный фильм, на самом деле. Такая классическая российская история, можно сказать. Есть такой лакомый кусок земли, на нем работает завод. Но есть предприниматели, ребята, которые хотят забрать себе кусок земли, потому что им под застройку он нужен. И начинается там дикий замес. Это такой классный боевик. Здесь снимался каскадер, который работал с самим Джеки Чаном, Блан Котик. Также снимался чемпион Европы по смешным единоборствам, Владимир Миньев. Поэтому бои там прям очень классно поставлены. Реально советую. Ты ведь не за деньгами пришел, да? Что тебе нужно? Правосудие. Сейчас фильм доступен эксклюзивно в онлайн кинотеатре ОК в подписках «Оптимум» и «Премиум». Вообще, если вы еще не знакомы с ОК и никогда не оформляли подписку, то прям реально советую это сделать. Это фильмы в отличном HD-качестве, без рекламы, просто огромнейший каталог. Сейчас доступна подписка «Оптимум», а это, между прочим, 50 тысяч клипов и сериалов, суперхиты, это шикарный образовательный детский контент. Так вот, все это доступно сейчас с моим промо-кодом за один рубль, прикиньте. Ссылку оставляю в описании. Входя в город, ощущение, что ты попадаешь на какой-то боевой рубеж, на который находится в далекой глухой деревне. Супер суровые военные тачки с пулеметными установками наверху, вот как они выглядят в развернутом виде, ездят по тем же дорогам, где ходят и гадят козы, которые перекрывают стада коров, и где осел с повозкой это не случайный чувак, который заблудился в городе. Он здесь абсолютно полноправный участник дорожного движения. Еще и ездит исключительно по третьему ряду. Точнее, ходит. Оружия в городе невероятное количество. Если автомат новый, значит спецслужбы. Если старый, вот чувак едет на мотороллере с калашом, значит обычный полицейский. Если у человека на чекпоинте еще и лицо закрыто маской, как у этого, камеру вообще лучше не поднимать на уровень стекла в машине. Неужели в Магодише настолько опасно? Здесь не так уж опасно. Здесь, понимаешь, проблема в том, что опасность есть, но ты не видишь ее. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что все, что угодно может случиться. Может произойти взрыв где-то. Ты никогда не знаешь, когда и где. Поэтому мы говорим, что опасность есть, но увидеть ее невозможно. Парня зовут Нур, ему 33, мой сопровождающий. Один из тех, кто в Сомали делает карьеру. У него не шесть детей, как у всех здесь, а всего один. И он недавно переехал из Халупы в нормальную квартиру за 150 долларов. Когда в последний раз что-то происходило в Магодишу? Сегодня ночью. Серьезно? Да. А что случилось? Комиссар был подорван. Он не ожидал, кто-то бросил бомбу. Прямо в его машину? Это была мина, то есть там был пакет, черный бумажный пакет. И потом он увидел, что машина приближается, и они сбросили его. И произошел взрыв. Сейчас мы будем проезжать это место. Я покажу тебе. Весь город разделен на зоны, отгороженные огромными противовзрывными стенами, колючими проволоками, а где-то в качестве ограждения даже вырванные корни деревьев используют. Вот смотрите. Видите чистокол из заостренных рельсов справа? Это въезд в зеленую зону. В таких кварталах находятся наиболее важные и охраняемые объекты. Они называются Green Zones. Вот эта вот стена, которая находится за моей спиной, и вот вышка. Видите? Таким образом отгорожены зеленые зоны города. Это, короче, такие зоны, куда не пускают простых людей. То есть там находится, туда пускают только тех, кто связан с правительством. Туда не запускают обычных таксистов. То есть туда въезд только по пропускам. И как бы въезд в эти зоны это вообще полноценные, я не знаю, фортификционные сооружения. Туда въезд, как я не знаю, как в замок. Эти зеленые зоны, они отгорожены со всех сторон абсолютно такой мощнейшей бетонной стеной, которая сделана для того, чтобы гасить вот эти взрывную волну. Потом на входе также наставлено множество бетонных блоков. И для того, чтобы въехать туда, ты такой змейкой должен вот так вот въехать. И поэтому, как бы, то есть мне при въезде в такие зоны даже не разрешают камеру доставать. Зеленые зоны, это значит только высокопоставленные люди могут въезжать туда. Вроде чиновников, дипломатов ООН. Когда мы подъехали к месту, где был подорван комиссар, мы остановились здесь ровно на минуту. Это самый центр Сомалии, города Магадишу. Вот буквально вот здесь рукой подать. Произошел взрыв, взорвали одного из офицеров, погибло два охранника. И подобное происходит здесь буквально просто каждый день. Магадишу разделен. Здесь есть зоны, которые не контролируются правительством? Нет, сейчас сто процентов под правительством. Сто процентов? Да. Но есть некоторые элементы, которые все равно могут сделать кое-что плохое. Как, например, то, что случилось вчера. Эти люди, они как тени. Ты не знаешь, где они, как они выглядят. Они просто среди людей. То есть, это и есть невидимая опасность. Вот почему мы избегаем нахождения в одном и том же месте. Потому что у них есть огромная сеть передачи информации. Они связываются между собой. То есть, у них целая сеть этих людей? У Аш Шабаб. Я имею в виду сеть агентов, что-то вроде того? Да. У них очень сильная разведка. И что, есть своя разведка? Серьезно? Да, конечно. Они занимаются сбором информации. Например, сейчас мы выезжаем из отеля и едем в определенное место. Мы используем специальные рации, потому что не хотим, чтобы кто-то прослушивал наши телефоны. И мы общаемся с водителем только через них. Кроме того, мы только что ему сказали, куда мы едем. А-а-а. То есть, они не знают весь маршрут перемещения, его держат в секрете? Да. Потому что в противном случае есть люди, дети, еще какие-то ребята. Они узнают, увидят, передадут кому-то, что смотрите. Ну, какой-то белый чувак с офицерами и переводчиком. Это опасно. Поэтому мы постоянно двигаемся. Это опасно. Мы продолжаем бегать. Мы сейчас едем в сторону линии соприкосновения, там, где сомалийская армия держит оборону перед террористической группировкой. До того, как я стал членом Аш-Шабаб, я был простым фермером. Человек, который показывает мне руку со шрамом, представился мне Юсуфом и попросил скрыть его лицо. Долгое время он работал на террористов Аш-Шабаба. Мне не давали в руки оружие. Я рыл землю и возводил оборонительные укрепления. Стены, барьеры, а также огромные туннели под землей. Мы их рыли. Это то, что я делал поначалу, а со временем стал главным инженером Аш-Шабаба. Мы строили стены, блиндажи, укрытия и все остальное. Группировка Аш-Шабаб это та самая, что щемила самого дерзкого пирата Хасана, помните, вначале рассказывал. Так вот, она начинала с того, что не пускала в страну помощь ООН, а пришла к тому, что три года назад устроила в столице Сомали-Магадишу самый крупный теракт, внимание, в мире. После атаки на небоскребы близнецы в Нью-Йорке подорвался грузовик с взрывчаткой, который полностью разрушил здание отеля и похоронил под обломками сотни людей. Всего погибло 587 человек. В какой-то момент Аш-Шабаб контролировала чуть ли не полстраны. Сейчас войска сомалийской армии выбили их из основных точек, но они продолжают терроризировать города. Самая главная рекомендация, которую дают абсолютно всем иностранцам, которые прилетают в Сомали, в Магадишу, это то, что вот пока вас не встретили в аэропорту, пока вы один, никому не сообщайте, нигде не упоминайте о том, в какую гостиницу вы едете. Соответственно, почему это так делается? Потому что самая главная проблема Сомали это постоянные теракты. Они здесь происходят прям вот регулярно. И вот террористы, они целятся непосредственно как раз по отелям, в которых живут иностранцы. Почему? Потому что, ну, цель террористов не людей убить, а цель террористов в целом, чтобы был резонанс. И как бы чем больше иностранцев убьют, тем больше международной прессы об этом напишут. На входе в отель меня досматривали каждый раз. Причем такого досмотра я не видел ни в одном аэропорту мира. Они залезали в каждый карман, открывали каждую коробочку, проверяли каждый девайс. Занимало это минимум полчаса. Короче, честно говоря, этот отель скорее похож на тюрьму. Ну, какие-то дикие вообще фортификационные сооружения повсюду. Колючие проволоки наблюдающие. Стоят вышки какие-то. Охрана просто, как я не знаю, как будто я, блядь, в Пентагон вхожу. Вот. А потом ты выходишь, и тут, значит, смотрите, открывается такая, значит, благолепие такое. Вот просто отель. Пальмы растут. Люди гуляют. Перед лифтом круглосуточно сидит автоматчик. Номер стоит порядка 150 долларов в сутки. Вообще немало. На самом деле, дороговизну этой гостиницы почувствовать довольно трудно, потому что выглядит это, ну, такой потертый, знаете, старый советский номер с растрескавшейся плиткой на полу, там, грязными стенами, старой бабушкиной мебелью, там, телеком старым каким-то. Ну, я не жалуюсь, потому что, как бы, это все равно одна из самых крутых гостиниц в Сомали. Просто дело в том, что в Сомали звездочки дают не за то, что мы привыкли, да, не за комфорт. Тут звездочки дают за безопасность. То есть, как бы, основные вложения, они уходят именно как раз на то, что находится вокруг гостиницы. То есть, тут, например, есть стена, которая такая, укреплена таким бетоном для того, чтобы гасить взрывную волну, если тут где-то что-то рядом взорвется. Соответственно, там много КПП, огромное количество автоматчиков. То есть, автоматчики абсолютно везде в этой гостинице находятся. То есть, на входе, на каждом, ты проходишь 100 метров, тебе еще один автоматчик. Проходишь еще 100 метров, находятся там железные ворота. Проходишь еще 100 метров, ходишь шлагбаум. На каждом из них стоит автоматчик. Последний теракт был недалеко. За три месяца до моего приезда взорвали элитный отель. Вот как это было. Журналисты прячутся за скорой помощью и пожарной машиной. Террористы, которые засели внутри отеля, отстреливаются. Вот здесь еще не было вот этой стены на тот момент. То есть, вот конкретно сюда подъехала тачка, произошел взрыв и, соответственно, погибло примерно 17 человек тогда. Отель 5 звезд. Обычные люди сюда не ездят отдыхать, поэтому в основном здесь останавливаются генералы, военные командиры. Видишь, здесь красивая жизнь, а те ребята, им не нравится это. Они не хотят, чтобы здесь была красивая жизнь, поэтому они пытаются разрушить ее. Они использовали машину, начиненную взрывчаткой и поражающими элементами. Но отель скоро после этого открылся. То есть, они через 3 дня уже открылись, ну, потому что тут в целом как бы все к этому как-то привыкли, блин. Что, после каждого теракта что-то закрываться? Посмотрите, как теперь выглядит это место. То есть, здесь прям построили огромную стену. Две вышки или даже три, или бог знает сколько этих вышек находится. Соответственно, дальше, смотрите, вот здесь находится еще и вот эта вот стена. Вот конкретно вот эти вот блоки, да, видите, они прям выложены по периметру всей этой гостиницы для того, чтобы гасить взрывную волну. Вот, но при этом надо сказать, что основная часть города Магадиш все равно по-прежнему выглядит вот таким образом. Видите, там дырявые стены, соответственно, это и все осталось еще со времен вот войны, когда просто вот здесь вообще вот творился полнейший хаос, просто вот половина города Магадиш выглядит вот так вот, как вот этот дом полностью расхореначенный. Смотрите, тут было когда-то три этажа, соответственно, сейчас там пробили все вплоть до крыши первого этажа, вот, второго этажа в принципе не осталось, на третьем как бы чуть-чуть совсем, видите, продырявленные стены, соответственно, именно так как бы выглядят вот эти вот места, где происходили самые основные бои. Вот еще вот одно вон там через дорогу такое же здание и таких в принципе домов вот по городу очень много. Их на самом деле ну практически не восстанавливают, строят новые, вот, а как бы времени и денег разбирать на то, чтобы старые нет. Более того, почти все эти дома принадлежат частным владельцам, которые отсюда свалили к херам и вообще в гробу видали эти свои дома в городе Магадишу. Сейчас мы выезжаем из вот этой зеленой зоны и, соответственно, здесь начинается настоящая жизнь. Ну, то есть здесь уже ездят люди. С одной стороны военные с гранатометами, автоматами, пулеметными установками на пикапах. С другой люди, забирающиеся на любой приступок маршрутки. Кстати, даже если ты едешь на пороге или на заднем бампере, за проезд все равно платишь. Примерно 10 центов. От количества местных таксистов глаза разбегаются, шныряют по дороге, как будто на велосипедах ездят. Вот это транспортное средство называется тук-тук. Ну, это, короче, типа мотоцикл, помещенный в какую-то коробку, похожую на автомобиль, который создает еще примерно три посадочных места. Это, в общем-то, как бы одно из основных, чем люди зарабатывают здесь, в Магадишу. Этих тук-туков какое-то невероятное абсолютно количество в Сомали. Это прям их очень-очень много. То есть полторы тысячи кто стоит поддержанный тук-тук, три тысячи долларов стоит новый тук-тук. В основном, если ты не хочешь покупать тук-тук, ты можешь его арендовать. Соответственно, 400 долларов в месяц это стоит. И, как бы, соответственно, каждый день люди зарабатывают. Это очень неплохой заработок. Нашего водителя зовут Шофей. У него нет одного пальца, но это не мешает ему уже шесть лет водить тук-тук. Шесть лет назад было невозможно представить, что люди просто приезжают сюда, чтобы посетить город. Но сейчас с безопасностью все хорошо. Страна сейчас в гораздо лучшей форме. Сколько часов в день вы работаете? С самого утра и до вечера. По 12-16 часов. Сколько ты зарабатываешь каждый день? Это зависит от ситуации. Иногда вообще не зарабатываешь ничего. А иногда по 50-60 долларов. Для сравнения, средняя зарплата так называемого среднего класса в Сомали 300-500 долларов в месяц. Столько зарабатывают люди, приближенные к правительству. Поэтому, работая таксистом, реально можно подняться. На них тут возят все. От людей до акул. Смотрите, едет тук-тук доверху, забитый рыбами. Водители любят эти машинешки как детей родных. Тюнингуют как могут. Вы заметили, что наш водила Шофей на потолок своего тук-тука натянул реальный советский ковер красный. Вот другой чувак положил ковер поверх крыши. Еще и колонку сзади поставил. Получился свадебный вариант. Вот смотрите, водила не поленился и сшил для своих зеркал чехлы в виде каких-то платьев бархатных. Стандартный бахромой по периметру тут никого не удивишь. Вот смотрите, чувак на заднюю железяку присобачил пластмассовые хомуты двух цветов. Получилось как будто реснички какие-то и типа на спойлере. Вот еще один выпендрился. Поставил номер на крышу. Еще тут очень модно наклеивать наклейки на стекла. Причем чем больше, тем лучше. Причем посмотрите, какие именно. У чувака наклеен логотип ватсапа, фейсбука. Это типа модно. Раз у него значок модный в соцсети, значит он в тренде. Вот вообще самый понтовый чувак едет. У него наклейка с символом Ютуба и ТикТока. Блядь, ну прикиньте, короче, едем мы в машине и с нами едет охранник, начальник охранников, которые едут в другой машине и он что-то в телефоне листает, листает и я, блядь, слышу звук знакомый. Послушайте это. Блядь, вы понимаете? Моргенштерн слушает он в Сомали. Чувак сидит на охранник значит с автоматами, ни слова по-русски не знает. Короче, это оказывается у них типа есть африканская звезда ТикТока и она соответственно под Моргенштерном выкладывает видосики. Но вы прикиньте, в Африке, в Сомали, боже мой, это распространяется хуже, чем ковид. Вот она, вот она. Люди, я в этом году еду на зимние каникулы в Самару, буду кататься на сноуборде, меня ждут Самарские Альпы. Раньше я в периодически каждый год практически ездил кататься в настоящий. Там есть очень классное место. С одной стороны склона Италия, а с другой стороны Швейцария. И ты как бы с одной стороны не платишь по миллиону евро за чашку кофе, то есть живешь себе по вполне себе итальянским ценам, которые более-менее по сравнению со швейцарскими, но катаешься при этом по швейцарским склонам, там очень крутой уровень и вообще в принципе ну как бы в Швейцарии очень классный сервис. Такой долгий заход это для того, чтобы добраться до темы Швейцарии, как вы поняли, потому что именно оттуда мне пришел очень крутой новогодний подарок. Это швейцарские часы, в общем-то символ точности и вообще, ну в принципе, да, какие часы у тебя должны быть. Конечно, швейцарские. Я давно себя хотел. И мне нужны были такие часы, да, чтобы, ну для подвижного образа жизни. И я себе выбрал очень классную марку, называется Сертина, соответственно, а модель называется DS8. История швейцарской компании Сертина это более 130 лет работы со сверхточными механизмами. Мне очень нравится, как они сидят. В общем, довольно надежная такая модель. Здесь корпус из нержавеющей стали. В целом, они водонепроницаемые. Здесь не царапающееся сапфировое стекло и стрелки с покрытием суперлюминова. Часы Сертина водонепроницаемые и выдерживают давление до 10 бар. Погрешность хода этих часов составляет одну секунду в месяц. И это не я сейчас просто придумал эту цифру для красоты, а это реально подтверждается соответствующим сертификатом. Концепция DS означает Double Security. Это двойная надежность. Специальная система защиты от ударов и воды. Купить часы Сертина модели DS8 или выбрать другую по своему вкусу теперь можно и в онлайн-магазине. Тут внушительный каталог и бесплатная доставка по всей России. Ссылку на магазин и конкретно на свою модель оставляю в описании. И пусть надежные и точные часы ассоциируются у вас с маркой Сертина. Я такого не видел вообще нигде. Смотрите, вот так в Сомали оформляют магазины. То есть абсолютно на каждом магазине чем бы ты ни торговал, я не знаю, нитками, одеждой, всем чем угодно. Значит, владелец нанимает специально художника, который рисует соответственно полный ассортимент того, что у него есть. Вот посмотрите, здесь, например, видно, что здесь у человека есть сахар, у него есть рис и мука. Также у него здесь, значит, вот там, видите, вот зелененькие, это типа памперсы. У него в наличии молоко и все остальное. И точно так же расписаны абсолютно все заведения. В Сомале нельзя просто так взять и поставить бензоколонку. Обязательно нужно, чтобы рядом была такая же в нарисованном виде, иначе, видимо, хер поймешь. Меню целого бара нарисовали сразу на стене. Судя по отвалившейся плитке, оно не меняется уже много лет. В наличии тут арбуз, бублики, самса, бургер. Вот магазин автозапчастей. Тут торгуют нитками, не ошибешься. Вот аптека. Нарисовано каждое лекарство, которое есть в наличии. Вот женское УЗИ. Заметьте, живот голый, но голова открыта. Кстати, тут же могут вам выщипать все волосы из-под мышек. Вот вообще супер заведение. Видите ножницы в промежности у мужика? Никогда не поверите, что за услугу могут оказывать в этом засальном вагончике. Здесь делают обрезание мужчинам. Главная услуга в Сомали. Вот расписали стену перед фитнес-клубом. Редкая возможность увидеть сомалийскую девушку без хиджаба. Ленивые ребята художников не нанимают. Накидывают фотографии и распечатывают. Вот так выглядит сам магазин внутри. Соответственно, тут такие полки. Как будто это, я не знаю, какой-то, ну типа погреб какой-то. Знаете, места тут немного. Прям так все наставлено. Вот, особенно с тележечкой не покатаешься. Ну вот так вот выглядит абсолютно типичный магаз. Вот как раз обещанный, кстати, смотрите, видите, все соответствует. Вот есть один холодильник на весь магазин, соответственно, в котором продаются напитки. Вот, например, бутылка Кока-Колы стоит здесь полдоллара. То есть на наши нынешние деньги это 40 рублей. Даже дешевле, чем в России стоит. Здесь продаются местные продукты. Сколько стоит сахар? 26 долларов за 50 килограммов. Друзья, в этот момент я охранил просто. Получается 35-40 рублей за килограмм. У нас в России для сравнения килограмм сахара стоит 80, а то есть 100 рублей. Как так вообще может быть? Не понимаю. Но вернемся в Сомали. Я сначала думал, что они расписывают магазины из-за того, что люди не умеют читать. Но уровень грамотного населения среди мужчин здесь составляет почти 50%. Среди женщин 25. Что в целом не самые низкие показатели для африканской страны. Что касается столицы, Магадишу, так здесь вообще большая часть населения умеет читать и писать. Как говорится, африканский бардак бардаком, а к дисциплине здесь приучают с первого класса. Вот так в Сомали выглядит вход в школу. Чтобы вы понимали, да, тут вот какая-то стройка, накидали каких-то буловежников, тут вообще какой-то сарай, в котором, я не знаю, то ли бездомные живут, то ли какая-то мастерская. Соответственно, вот тут все просто в грязи, в абсолютной. Вот прям разлетые жидкости какие-то непонятные. Вот. Грязь пахнет, как обычно, в общем-то. Ну, слава богу, не рыбой, но чем-то дохлым тоже пахнет. Вот. И, собственно, вот здесь начинается вход. Кстати, любопытная деталь, что если дети опаздывают на занятия, то их даже вот внутрь этих дверей не пускают. Когда мы подъехали, здесь сидело довольно много ребят, которые опоздали. И как будто это такой акт условного воспитания, что называется. И дальше начинается, соответственно, сомалийская классическая школа. Вот. То есть, это такой огромный, огромный школьный двор. Соответственно, на земле здесь песок. Вот. Ребята ходят в сандалиях. Ну, песок такой тоже. Знаете, это вам не пляж условно. Самарский, кстати. Самарские пляжи, кстати, очень крутые. Так вот, реально, здесь, ну, то есть, ну, грязь, там, пакеты какие-то, бутылки разбросаны, тоже все в камнях. Прежде чем сесть за парту, ее надо собрать. Я серьезно. Вот девочки вытаскивают стол и то, что от него осталось. В школе работает штатный плотник, у которого есть целое кладбище поломанных парт. И он круглосуточно собирает из нескольких развалившихся столов хотя бы один целый. Сами занятия проходят вот в таких постройках одноэтажных. Они построены по периметру вот этого школьного двора. Вот. Довольно любопытно все это выглядит. Здесь нет вообще никаких дверей при входе в класс. Сейчас вот мы зайдем в сам класс. Посмотрим, как учатся здесь дети внутри. То есть мы заходим. В каждом классе учатся по 20-40 человек. Детям здесь, например, просто не хватило парты. Соответственно, они просто разместились прямо перед доской, просто фактически на полу. Если быть точным, это не пол, это ступенька, на которую встает учитель, чтобы написать задание на доске. Но некоторым и на этой ступеньке места не хватает. Например, стоят девочки, четыре девочки. У них нет лавки, потому что она вот сейчас вот сломалась и вот ее вынесли. Она превратилась прямо, развалилась лавка. Соответственно, и ее вот как бы сейчас обещают потянить, потом вот они принесут. Парта с одной отваливающейся ножкой считается вполне рабочей, потому что еще не падает. Дети, поскольку хотят по столько человек, за парту и садятся. Где по два, где по три, а иногда и по четыре человека. Причем зацените, как сидят. Сразу видно, кто в школе ботан, а кто подзатыльники раздает. Вот это класс, где ребята учатся постарше. Соответственно, они такие послушные. Я начал говорить просто разом мертвая тишина вообще, смотрите. Вот. Здесь прям реально переполнен класс. Вы смотрите, то есть по четыре человека сидят и лавки поставлены таким образом. Тоже, кстати, смотрите, не у всех есть лавки. И лавки поставлены таким образом, что вот, надо прям проходить буквально бочком, протискиваться. Это не потому, что лично я такой крупный, потому что в целом реально. То есть тут, в общем, в классе человек, наверное, 60, я думаю, примерно точно находится. До пятого класса мальчики и девочки учатся раздельно. После этого вместе, но сидят по разные стороны класса. Девочки ходят в чадрах с первого класса, но лицо закрывать запрещено, чтобы учитель не путал учеников. В этом классе идет урок физики. Он говорит сейчас о температуре кипения воды. Температура замерзания 0, температура кипения 100. Причем обратите внимание, как именно учат детей. Я такого вообще никогда не видел. Препод говорить три слова, дети повторяют и так по кругу. То есть детям не просто дают информацию, что вода кипит при 100 градусах, а они всем классом сидят и зубрят один конкретный абзац текста. Что, блин? То есть, чтобы запомнить, они сидят и повторяют это все вместе? Абсолютно верно. Это такой метод. Каждый день учитель пишет что-то на доске. После этого он читает и студенты повторяют за ним. Абдукадир Али Мусей преподает английский. Он у него действительно блестящий. Почти в 100% случаев такое бывает в Сомали, если человек учился за границей, в соседних, более развитых странах Кения, Уганда или Танзания. Я закончил школу в Кении. Потом закончил Сомалийский национальный университет. Факультет английской литературы. Я уже занимаюсь преподаванием 10 лет. Ага. Какая зарплата? Зарплата учителя 322 доллара в месяц. Этого недостаточно для учителя, чтобы хватало на жизнь. Потому что ты должен платить аренду за дом. Комната стоит 80 долларов. А если у тебя семья и ты живешь в апартаментах, состоящих из трех комнат, то умножай на три и получится 240 долларов. остается 60 на жизнь. Это очень трудно. Еще здесь есть свой принцип рассадки. Кто на первом, кто на последнем ряду. Есть большая разница между теми, кто сидит сзади, а кто спереди. Те, у кого проблемы со слухом, сидят впереди класса. Остальные сзади. Можете объяснить, почему здесь так много детей, у которых проблемы со слухом? Конечно. Потому что здесь, в Сомали, было очень много взрывов и подобных проблем. Постоянные взрывы от боевых действий. Поэтому многие из них не слышат. Вы осознаете вообще, какого уровня должен быть хаос в стране, что в школах сформировалась целая система рассадки контуженных и тех, кто без слуха на первый ряд? Любопытно, что такая жесть в Сомали была далеко не всегда. Все эти красивые здания, от которых по несколько стен осталось, они ведь когда-то были целыми. Вот как Магадиша выглядел в 60-е, до гражданских войн. Нормальные человеческие асфальтовые дороги с дорогими машинами. Тук-туки периодически ездят, но аккуратные и почти никаких ослов с повозками. Нет людей с оружием, даже ДПСник и тот без единого пистолета. Сейчас у каждого из них минимум по автомату. Это 60-е, короткий период истории, когда в дела Сомали почти никто не пытался вмешиваться. Страна только появилась. Дело в том, что еще в период Второй мировой такой страны, как Сомали, вообще не было. Там, где сейчас Сомалиленд находилась Великобритания, а точнее ее колония. Остальные территории была Италия, которая в тот момент воевала на стороне Гитлера и проиграла. После долгих споров международное сообщество решает предоставить стране независимость и в 1960 году на карте появляется государство Сомали. Но почти сразу сюда заходит Советский Союз. вкладывает 40 миллионов рублей, создает военный флот, присылает кучу специалистов. Москва, с одной стороны, помогает людям не умереть от голода, с другой, снабжает их таким количеством оружия, что советские калаши до сих пор здесь продаются за пару сотен долларов на рынках. Ситуация выходит из-под контроля, когда местная власть, спящая на автоматах и подаренных деньгах, начинает чувствовать свою силу и вспоминает, что в соседних странах есть территории, которые вообще-то принадлежат им, и их надо срочно вернуть. Президент Сиад-Барре хотел себе великий Сомали. Так вот, Сомали начинают воевать с Эфиопией, которая тоже к тому моменту была зоной интересов СССР. Москва выбирает Эфиопию, забивает на Сомали, и сомалийцев разносят в пух и прах. В итоге, страна распадается на Лоскутки, на множество провинций, где правят те, кто сильнее и наглее. Там нет полиции, образования, здравоохранения. В 1980-м начинаются гражданские войны, и наступает хаос, с которым когда простым людям на улицу было страшно выйти. Сейчас мы едем в сторону передовой. Собственно, вот начинается песок, такая условная пустыня, ну и нельзя назвать пустыней, песок такой мягкий. Это означает, что мы, в общем, максимально приблизились к так называемой передовой. Именно вот в этот песок террористы закладывают мины, на которых подрываются, соответственно, солдаты сомалийской армии. Вот за этими полями уже находится, соответственно, одна из городок, он называется Данан. Там живет меньше тысячи человек, но они не успели или не захотели кто-то убежать, соответственно, оттуда. И этот город сейчас находится фактически под контролем вот этой гонизированной группировки. Вот. В целом, нас предупредит, что здесь постоянно происходят какие-то стычки. Нам говорят, что здесь, в принципе, нельзя находиться больше, чем 20-30 минут. Лейтенант Наджиб Абдулкадир Юсуф, который сейчас руководит нашей охраной, лично служил на передовой. Бои сейчас происходят нечасто. Но иногда ребята из Аш-Шабаба атакуют, но их отбрасывают назад, потому что армия там находится в постоянной боеготовности. Скажите, а эти боевики, они хорошо вооружены? Они не слишком сильно вооружены. Сегодня там остались довольно малые элементы, у которых нет большого количества вооружения, но они постоянно совершают засады. Это когда они атакуют внезапно. Например, идут 5-10 полицейских, они их быстро атакуют и исчезают. После того, как вы пересечете пункт, где расположена сомалийская армия, ваша жизнь будет в опасности. Вот как выглядит жизнь в городах, которые контролируют террористы. Это город Булебарде, был главной крепостью Аш-Шабаба. Эти кадры в 2013-м снял единственный журналист, которого к себе допустили сами боевики. Джамаль Асмань. Люди в платках, чьи лица не показаны. Это местная полиция. Смотрите, что они делают. Зашли в магазин к женщине и требуют, чтобы та убрала мусор с улицы, а то типа слишком грязно. Дальше идут в аптеку с пистолетами и проверяют, не просрочено ли лекарство, которыми они торгуют. Вот пришли в мини-супермаркет, хотели с пистолетами тоже проверять срок годности продуктов, как вдруг раздался призыв на молитву. И все, теперь попробуй не пойди в мечеть. Останавливают работу рынка. Вставайте, вы можете вернуться на работу позже. Останавливают проезжающие машины. Это время молитвы, паркуй свою машину. Вот какой-то торговец вместо того, чтобы идти молиться, стоит, деньги пересчитывает. Сейчас ему явно прилетит. Что ты делаешь? Собираюсь. Вставай, пошли. Мой собеседник Юсуф говорит, что пошел к джихадистам не от хорошей жизни. До этого он был простым фермером, жил в племени. Но в один момент на его землю пришел другой клан и начал выгонять Юсуфа и его племя с их земель, просто потому, что у них было больше оружия. Там была проблема этнических чисток, племенные войны. Нас вытесняли. Они забирали наши фермы, наши земли. Они насиловали наших жен. Мы страдали очень серьезно. В те дни я пытался защищаться, но они даже попытались отрезать мне руку. За то, что вы защищались? Да, за то, что я защищался. Они хотели забрать ферму, кукурузу, овощи. Я пытался защищаться, и меня ударили ножом в большой палец. На нем до сих пор шрам. И я решил присоединиться к Аш-Шабабу. Это знаете, как позвать старшего брата. Шабабцев здесь боятся безумно, и ни одно племя не посмеет тронуть их члена. Я связался со своим родственником, который уже был в Аш-Шабабе, и они назначили мне встречу. Мы встретились, и меня спросили, что ты умеешь делать, какая у тебя профессия? Я сказал, моя профессия рытье грунта. На тот момент у них никого не было, кто был бы в этом хорош. А им постоянно нужны были укрытия, чтобы прятаться. Таким образом, они поняли, что я могу быть им полезен. Но поначалу они не нанимали меня. Мне предстояла проверка, не связан ли я как-то с правительством, не шпион ли я. они начали выяснять это. Бывают дни, когда охрану решают усилить. Прямо сейчас к нам в машину сидел еще один человек с автоматом. Он там сидит. Прямо с колоком сидит. Вот так. Свернутым в колене. Знаете, куда мы едем? Место называется Бакара Маркет. Честно скажу, я на тот момент еще понятия не имел, что это за дикое место. Антон, это место самое напряженное в городе. То, куда мы едем. Люди там живут по своим законам. Они отличаются от тех, что мы видели раньше. Почему? Потому что эти люди долгое время были под контролем Аш-Шабаба. Они до сих пор недружелюбны по отношению и к журналистам, и к иностранцам в целом. Недружелюбны к иностранцам довольно мягко сказано. Именно над рынком Бакара был сбит вертолет американцев, которые очень хотели навести порядок в Сомали. Черный ястреб в 93-м году. О тех событиях снят суперизвестный американский боевик с Орландо Блумом и Томом Харди «Падение черного ястреба». По пути на рынок в какой-то момент нас начали со всех сторон зажимать множество тук-туков. В таких случаях охрана нервничает, так как знает, что много людей в этом районе вооружены. Охранник достает автомат и стреляет в воздух. Я напрягся, потому что видел, как за день до этого другой охранник, он сопровождал какого-то офицера, тоже выстрелил. И человек из тук-тука начал палить ему в ответ. Проходит минута, и таксисты после выстрела начинают злиться еще больше, съезжаются к нам и кричат со всех сторон. Они злятся? Да. Они спрашивают, зачем он стрелял. После этого все мои попытки выйти на улицу заканчивались ничем. Послушайте, момент, как я уговариваю Нура, даже записался. Слушай, давай я встану хотя бы прямо здесь, вот прямо перед машиной. Нет, мы не можем разрешить выйти из машины здесь. Помните, в начале Нур говорил про сети агентов террористической группировки Аш-Шабаб? Так вот здесь таких больше всего в городе. Бакар-Маркет не просто территория, где многие остаются верны Аш-Шабабу. Долгое время это была главная база, штаб-квартиры джихадистов с подземными туннелями, лазами, бункерами и знаете, кто их строил? Первое задание, которое мне дали, было рынок Бакара. Это была большая крепость Аш-Шабаба в Магадишу с 2007 по 2012 год. Я был первым человеком, который рыл оборонительные укрепления для Аш-Шабаба по всему рынку Бакара. А что конкретно вы строили? Поначалу рыли большие ямы и строили не только укрепления, но и тайные убежища. Например, большие дяди хотели перейти из одного укрытия в другое, не используя дороги, не поднимаясь на поверхность. Они использовали туннели, и мы строили туннель от рынка Бакара до их укрытия. Потом рыл на севере Магадишу. Серьезно? Да, это была большая работа. И насколько разветвленной была система туннелей? Высота туннеля была полтора метра, потому что они хотели, чтобы туда имели доступ даже самые высокие люди. И в ширину один и два метра. Сколько метров или километров был туннель? Точно трудно сказать. Но мы, например, прокладывали туннель под основной дорогой. То есть, насколько длинна улица, настолько и сам туннель. Это примерно 5-7 километров внутри города. Для чего они использовали такие длинные туннели? Для двух вещей. Первое, чтобы бойцы всегда могли быстро испариться или наоборот появиться. Если армия атакует, они использовали туннель, чтобы покинуть территорию очень быстро. Вторая причина. Если танк или другая военная машина поедет над туннелем, они могли подорвать туннели и тяжелый танк провалится. Для этого использовался другой тип туннелей? Нет, тот же самый. Неудивительно, что простые боевики, а также неподготовленные гражданские, смогли победить здесь профессиональных американских военных. Много здесь людей, которые по-прежнему поддерживают эту группировку. На нас здесь смотрят крайне негативно, будят нам постоянно. Они до сих пор считают, что это было правильно, жить по законам шариата. И поэтому они крайне негативно относятся здесь ко всем представителям вообще властей, тем более к иностранцам. Потому что для них иностранцы, по их мнению, вмешались в эту страну и, соответственно, перевернули весь уклад. 92-й год. В Сомали 15 лет, как нет власти. Все воюют против всех. В стране ни полиции, ни образования, ни здравоохранения. Только от голода гибнет 300 тысяч человек. Колоссальные цифры. Международные организации отправляют помощь караваны продовольствия, но всю ее загребают местные головорезы. И самый дерзкий из них это полевой командир Мохаммед Айди. Чтобы разобраться с ним, США вводят в Сомали миротворческие силы ООН. 26 тысяч военных, которые должны приструнить этого Айдида и навести порядок. Но чувак оказывается таким ушлым, что объединяет вокруг себя таких же головорезов, а через местное радио настраивает население против американцев, говоря, что они сделают всех рабами. Самая жесть происходит, когда американцы пытаются взять двух людей Айдида. Начинается бойня, которая вошла в учебники. Больше суток весь город сражается против отрядов США. Американцы стреляли по боевикам, у тех выпадало оружие, его поднимали женщины и даже дети и стреляли в ответ. Сомалийцы сбивают два вертолета над тем самым Бакаром Аркетом, уничтожают 19 солдат и в итоге американцы выводят свой контингент из Сомали. Полевые командиры, которые устанавливают свои порядки на много лет, остаются главной силой в стране. Вы помните что-то, вот пока вы там были на территории под контролем Аш-Шабаба, что прям вот сильно удивило вас? Да, когда мы только приехали, они собрали всех вновь прибывших, чтобы мы посмотрели на казнь. Они поймали троих солдат, сомалийских военных. Их задержали ночью, им завязали глаза и нас собрали, чтобы посмотреть на все это. А где это происходило? В Магадиша. Я имею в виду на улице или в здании? Это было на публике. Улица. Серьезно? Да. И много людей это видело? Они созывали также всех, кто проходил мимо, чтобы дать понять, что эти люди очень серьезны. Они стояли на дороге или как? В центре улицы. Они не говорили много. Привели этих людей и сказали, что это послание, это урок для вас. Я впервые видел такое. Я был в шоке. Это был момент, когда я понял, что нужно выбираться оттуда. Юсуф к тому моменту был уже не просто жителем района, который контролировал Ашабаб, а становился их сотрудником. Попасться на попытки побега означает оказаться на месте тех троих солдат. Знаете, что такое традиционный сомалийский ужин? Это мясо верблюда. Бананчик, да, видите? Какого хрена, казалось бы, тут рис, мясо и бананчик. Что за микс такой, да, непонятно. Дело в том, что бананы тут жрут вместо хлеба. Вот как у нас в России прикуск жрут, чтобы типа вот посытнее быть. Короче, затостим, значит, мясо верблюда. В первую очередь нам понюхать. Блин. Ну, ну, запах прям с дужком вот такой мясцом. Знаете, когда вот прям типа деревенское что-нибудь, какое-то мясо, я не знаю, типа такого. Бурный верблюд. Ммм, довольно вкусно. И, знаете, не сильно отличается от курицы. Примерно то же самое, что курица. Пожестче. Но при этом, знаете, еще такой вкус, вот типа вот есть индейка, да, она типа тоже пожестче, чем курица. Но индейка, она вот типа здоровая. Ты ее такой ешь и прям вот чувствуешь, что ты ешь какую-то накачанную курицу, которая, типа, знаете, курица после фитнеса. А здесь такого нет. Ты ешь очень похожее на курицу, но нет ощущения, что это здоровая курица. Скорее, есть ощущение, что это какая-то старая, знаете, загнанная такая кура, которая прям отбегала свое, постарела, и вот ее запилили. Верблюды для сомалийцев и еда, и транспорт, и даже заводской станок. Я такого вообще никогда в жизни не видел. Вот это вот завод, скажем так, сомалийский по производству масла. Значит, что происходит? Внутри вот это, скажем так, столба, туда кладут, значит, растение, которое растет здесь в Сомали. Потом к этому привязывают верблюда. Зацените, что верблюд идет, ему закрыли глаза какими-то конусами, чтобы он как бы не понимал, что все это время он ходит по кругу, чтобы он с ума не сошел просто и не издох прямо здесь. Соответственно, где-то час этот верблюд наворачивает вот эти круги, и за это время вот то растение, которое там находится, вот оно перемалывается и превращается в масло. Потом это масло соответственно оттуда выливают и продают. Так живет огромное количество фермеров. Коров, кос, ослов разводят прямо посреди города. Причем у многих реально есть предпринимательская жилка. Вот кто-то взял и написал номер телефона своей фермы прямо на козе. Она бегает и люди понимают куда звонить, чтобы заказать такую же только в зажаренном виде. Вообще малый бизнес в Сомали цветет. Такого количества доморощенных бизнесменов как здесь я не видел нигде. Вот местный кафетерий. Мужик натянул навес, наставил термосов, отгородил их какой-то доской от ветра и солнца и сидит предлагает кофе. Вот заведение подороже. Тут хоть и прилавок какой-то дряхлый, как будто его из Титаника подняли и высушили, но куча всевозможных тряпок защищают от жары и даже веранда есть для любителей плюс 40. Вот такое же место только еще могут ваши вещи постирать. Открылись в проходном месте около полурухнувшего здания. Вот вообще випка. Все по-взрослому. Железный профнастил Самое тусовочное место города – Побережье. Алкоголь тут запрещен, поэтому все убиваются катом. Это такое растение, которое уносит через 15 минут жевания. Формально это наркотик, но здесь, в Сомали, как и во многих других странах Африки, он не запрещен, поэтому продают его, как у нас, петрушку. Вот женщине предлагает сразу два пучка. Вот пацанчики на берегу расслабляются. Многие из них живут прямо здесь, на так называемом пляже. Здесь не песка, здесь даже камня, как такого нет. Это пляж как бы из какой-то грязи. Здесь воняет дико просто, невероятно. Воняет дохлой рыбой. И самое интересное, что здесь еще и живут люди. Вот видите, например, построена постройка какая-то, которую чувак соорудил, повесил несколько каких-то, соответственно, одеял, наставил туда каких-то... какой-то каркас соорудил прямо. И смотрите, прямо живет там, себе ночует. И как бы, ну, тепло, рыбу можно поймать прямо здесь. Соответственно, что, больше ничего не надо. С другой стороны, самое популярное место для ловли рыбы. Присмотритесь и угадайте, на что они ловят. На червя, на опарыша, на яблоко или на банан. Правильный ответ на банан. Вот видите, лежит у них один на всех. Его напяливают на крючок, который привязан к еще одному суперинновационному девайсу. Это удочка у парня. Такая удочка у парня, это такая как бы, ну, доска, которая обмотана просто леской, и вот, соответственно, здесь крючок, и вот он на этот крючок, и грузил. И он, соответственно, ходит, ловит рыбу, кормит семью таким образом. То, что поймают, хранят в ямках, в камнях, которые прикрывают салфетками. Вот у чувака клюнуло. Видите, рыба съела наживку, и он едва успевает перехватывать леску, пытаясь достать ее. Рыба сорвалась. Чувак расстроился. Вместе с рыбой еще и крючок ушел, а он самый дорогой в его девайсе. Мужика зовут Хабиб, ему 42, работает полицейским, и в свободное время рыбачит, и, поверьте, не от хорошей жизни. Продавая эту рыбу, в день они зарабатывают 3-4 доллара. Чаще всего рыбу на семью ловят дети. Ты продаешь рыбу или кормишь ей семью? Мы едим ее. Вам хватает еды дома? Мы едим один раз в день. Утром. А сколько человек в твоей семье? Семеро. Тяжело? Да. Отец ушел из семьи. Вот так обычно выглядят районы, где живут эти ребята. Голые дети бегают по грязным улицам, тетки гоняют коров дубиной, кто-то стирает белье в тазу на улице. Редактор субтитров, То есть вообще ни асфальта, ничего, просто вот просто выливается все на пол, нахрен, все в грязи. Если, короче, у вас нет дома, ничего страшного, можете взять несколько железных листов, поставить их и сделать себе какой-нибудь сарай. Вообще, конечно, это вот просто вообще снос башки какой-то. Это, я не знаю, не район, это вот просто деревню, знаете, поместили посреди города. Дети, на сопли которых реагируют, кажется, только мухи, играют пустыми, смятыми бутылками и коробками из-под кефира. Козы жрут полипропиленовые мешки. Вот один застрял на колючей проволоке, которая отгораживает магазин. Вот в этом гараже находится медресе, мусульманская просветительская школа. Здесь самые маленькие. Дверь загородили доской, чтобы малыши не разбегались. В центре стул для учителя и все. Так выглядит один из самых бедных районов города Магадишу. Это такая фактически деревня, построенная из вот каких-то халуп, из вот металлических листов. Здесь повсюду разбросан мусор. Здесь при этом невероятное количество людей. Просто, посмотрите, вот здесь вот мы пока были, выстроился, посмотрите, просто целый, я не знаю, просто портер театра огромный. Вообще какая-то невероятная качество. Какие-то проходы вообще маленькие. Везде живут люди, просто чуть ли не друг у друга на головах. Сейчас я вот мы зайдем внутрь, я покажу, как люди живут внутри. Соответственно, вот так выглядит жилище непосредственно в этом самом... Это вот фактически такой сарай, который построен из таких железных, ну, типа шифера, это такого вот металлических листов. Вот на полу здесь абсолютно ничего. То есть просто взяли и решили просто вот где-то посреди глины соорудить, соответственно, жилище. Здесь вот, например, еще даже дерево, вот понимаете, вот было. И как бы никто, никого не побеспокоило то, что здесь дерево. Да, похер, дерево и дерево. Соответственно, можно здесь и дом построить. Здесь живет конкретно 8 человек. Соответственно, вот малыши, они... У них здесь одна единственная кровать на 8 человек. Вот, при этом на этой кровати спит как бы хозяин, то есть сам мужчина. И дальше вот ты заворачиваешь за угол. Здесь вот такая вот еще типа какая-то... Ну, я не знаю, что это. Комната это сложно назвать. Такое, знаете, а-ля тупик. Вот. Дальше там уже начинается чужая территория. Они здесь просто вот развешивают, соответственно, белье. Где они готовят, я даже не очень понимаю. Вот, малыш просто вот спит прямо здесь. И, господи, боже мой, какой-то вообще невероятный ужас. Хозяйка только сейчас следит за тремя детьми. Всего их в семье 8. Вы платите за эту комнату? Нет. А вы что, построили этот дом сами? Нам выдали ее бесплатно. А на что вы живете? Откуда берете деньги? Я, например, иногда хожу стирать белье для других семей. Мой муж ходит убирать мусор. И сколько вы с мужем зарабатываете? Полтора-два доллара я. И он около двух долларов. То есть всего четыре. Что вы можете позволить себе на эти деньги? Например, мы должны покупать воду, еду для ребенка. Денег обычно хватает на то, чтобы поесть один раз. Потому что мы постоянно должны покупать воду. Мы не можем позволить себе много. Абсолютно все мы вынуждены покупать. Здесь что, нет проточной воды? Нет, ее нужно покупать. Как правило, в таких районах живут беженцы, которые сбежали из населенных пунктов, куда пришли террористы Аш-Шабаба. Когда я увидел ту казнь, я был в шоке и начал готовиться к побегу. Инженер террористов Юсуф стал офицером, человеком, которому доверяли. Поэтому он не мог просто взять и уволиться. Ему нужно было бежать. Я уходил посреди ночи. Сначала пешком из района Бонадир на севере Магадишо. Шел на восток. После этого я начал укрываться в кустах Магадишо. Дошел до соседнего региона. Дошел до района Дейнил. В тот момент там проходила линия фронта. И там была заброшенная часть. Там были деревья, кустарники. Я шел между ними, так же пешком все время. Я избегал дорог, потому что я пытался не встретить ни бойцов Аш-Шабаба, ни военных сомалийской армии. В итоге я добрался до нужного места, выключил телефон и решил залечь на дно, не высовываться. В итоге просидел там год. И только после этого вернулся к обычной жизни. А что, неужели они не искали вас? Искали, но было невозможно, чтобы они нашли меня. Потому что это место не имело никакого отношения к тому, где я жил раньше. Но они могли найти ваших родственников, которые тогда помогли вам устроиться сотрудником в Аш-Шабаб. Человек, который привел меня в Аш-Шабаб, был уже мертв. Погиб в битве сомалийской армией. Поэтому они никак не могли найти меня. Последний вопрос. Расскажите, как Аш-Шабаб обращают людей в свои ряды? Как они заставляют людей в их городах доверять им? Они используют две тактики. Первая. У них есть специальные люди, которые промывают население мозги и говорят людям, что это правильный курс. Это религия. Джихад. И вы попадете в рай. Те люди пришли захватить вашу страну, что-то вроде этого. Другая тактика. Что они помогают тем, кто сильно страдал от стычек кланов, как я. И такие люди готовы взять оружие в руки, только бы иметь защиту от головорезов. Я сейчас нахожусь на самом краю Африки. То есть вот это Индийский океан. И туда через много тысяч километров уже Австралия. До этого вообще ничего нет. Конкретно вот здесь, на этом побережье, зародилось вообще вот пиратство в Сомали. В следующем выпуске я еду в еще более дикую часть Сомали. Пунктленд. Где нет толком ни централизованной власти, ни полиции. Там я встречусь с реальным пиратом, который трижды захватывал суда и заработал по меркам Сомали нереальное количество бабла. Они держали капитана в плену? Там были переговоры между нами и владельцем компании. После того, как мы договорились, они назначили точное время. Через три-четыре дня маленький вертолет должен был привезти эти деньги и сбросить их на парашюте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, а также на мой инстаграм. Там гораздо быстрее появляются хайлайты из новых путешествий. Это был Лядов и «Как люди живут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова